Продолжение следует... Вновь в эфире совместный с МВД Паудмуртской Республики телепроект «Закон и время». Здравствуйте! Сегодня расскажем о нелегальных продавцах огнестрельного оружия. Уголовное дело было завершено летом 2015 года. Все подробности сразу после оперативной хроники происшествий. Здравствуйте! Новогодние каникулы закончились и нам есть чем поделиться. Вашему вниманию оперативная сводка происшествий. Во время новогодних празднеств в больницы поступили 5 человек, отравившихся этиловым спиртом. Один пострадал от употребления метанола. По предварительным данным пострадавший употреблял суррогатный алкоголь. Ведется расследование. В Ленинском районе Ижевска была выявлена торговая точка на автовой базе, где продавали спиртосодержащую жидкость, опасную для жизни и здоровья. Документы на продукцию отсутствовали. Изъято около 35 тысяч косметических лосьонов. В настоящее время назначено проведение органолептического исследования. Проводится доследственная проверка. В целях выявления лиц, употребляющих товары данной группой, в Министерство здравоохранения Удмуртской Республики направлен запрос на предоставление сведений о лицах, доставленных в медицинские учреждения города с признаками острого алкогольного отравления и интоксикации. Полицейским проводится проверка объектов реализации бытовой химии и алкогольной продукции. На сегодняшний день в двух торговых точках обнаружены сопроводительные документы от имени данного индивидуального предпринимателя, подтверждающие факт сбыта вышеуказанных товарных объектов. Всего за время проведения операции под названием «алкоголь» из незаконного оборота изъято 26,5 тысяч литров этилового спирта, около полутора тысяч литров готовой алкогольной продукции, а также пресечена деятельность одного подпольного цеха по производству поддельных спиртных напитков. Напомню, что чрезмерное употребление алкоголя является причиной большинства правонарушений и преступлений. В целом за праздничные дни травмы получили около 200 человек. Двое пострадали от неправильного обращения с пиротехникой. По сравнению со статистикой предыдущих лет, число пострадавших в новогодние каникулы от отравлений, обморожений и пиротехники значительно снизилось. Снизилось и число зафиксированных преступлений и происшествий. В праздничные дни и особенно в новогоднюю ночь на улицах дежурили более полутора тысяч сотрудников полиции. Им помогали народные дружинники и сотрудники частных охранных предприятий. В период с 1 по 8 января в дежурной части ОВД зарегистрировано 7155 сообщений о происшествиях. Зарегистрировано 221 преступление, в том числе 2 убийства, 9 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Одно изнасилование, 5 грабежей, 79 краж, 24 мошенничества. На улицах совершено 13 преступлений, в том числе одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Только после 7 выстрелов по колесам удалось остановить машину нарушителя, который разъезжал по Сарапулу в приподнятом настроении 5 января. Сотрудники автоинспекции заметили неадекватного водителя десятки на улице Гончарова. Он неоднократно выезжал на встречную полосу движения. Полицейские дали ему звуковой сигнал остановиться, но человек за рулем проигнорировал требования и ускорился. Началась погоня. Предупредительный выстрел из табельного оружия не остановил гонщика. Автоинспекторам пришлось стрелять по колесам, после чего на повороте машину занесло в сугроб. За рулем оказался 29-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, что впоследствии было подтверждено при медицинском освидетельствовании. За праздничные дни выявлены и пересечены два факта организации содержания притонов для потребления наркотических средств. Сотрудниками полиции пресечена деятельность наркопритонов в Первомайском районе Ижевска. Организатор 41-летний мужчина, ранее судимый за совершение разбойного нападения. С июня 2016 года в его квартире регулярно собирались наркозависимые для употребления ацетилированного опия. Полицейскими изъяты предметы и вещества для изготовления наркотического средства. Сейчас решаются вопросы возбуждения уголовного дела. А в Машге местный житель организовал наркопритон в гаражном боксе. В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Всего на территории Удмуртии за новогодние праздники выявлено около 20 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Почти сотню деревьев незаконно спилили на одном участке Ижевского лесничества. Нелегальная порубка лесных насаждений была произведена во время проведения работ по прокладке кабеля. По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан 55-летний директор субподрядной организации, выполнявшей работу. Сам факт несанкционированной вырубки был выявлен в декабре. На месте было обнаружено 96 спиленных деревьев различных пород. Изъято две бензопилы. Лесному фонду причинен материальный ущерб на сумму более 160 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей. И на этом у меня вся информация. Больше на официальном сайте МВД Паудмуртской республики. До встречи через неделю в программе «Закон и время». Арсенал автоматического оружия и боеприпасов родом из 90-х изъяли полицейские у троих жителей Ижевска в ноябре 2014-го. Они пытались продать нелегальный огнестрельный товар. На том и попались при контрольной закупке, организованной оперативными сотрудниками уголовного розыска. Этот оружейный арсенал располагался в гаражном кооперативе «Ижсталь» на улице Пойма-Лыжевский. Когда-то он принадлежал криминальной группировке. Оружие в свое время, в 90-е годы, принадлежало так называемому ПГ Болотовске, который на момент уже изъятия этого оружия. Часть уже была убита в ходе заказного убийства в 1-майском районе Горжевского. Второй участник был без вести отсутствующим, то есть без вести пропал. Позднее все это огнестрельное хозяйство вместе с боеприпасами попало в руки трех старых знакомых. Султана Балкоева, Николая Севастьянова и Павла Кожевникова. С их слов они обнаружили схрон в заброшенном гараже по соседству. Вскоре решили продать часть оружия, стали предлагать знакомым. Искали покупателя специфического товара. Он вскоре нашелся. Подставной, правда, в полицию тоже поступила оперативная информация о желающих заработать на нелегальном оружии. На встречу отправился легендированный сотрудник. Злоумышленники предложили приобрести кустарно собранный автомат АКСУ и сотню патронов к нему. В итоге договорились о сделке. Вечером в гаражном кооперативе. Там и прошла контрольная закупка. СОБР сработал четко. Всех преступников взяли на месте. Через пару дней произвели отстрел оружия, проверили техническое состояние. У него был ствол на газовом пистолете. Ствол был удален. И вместо него поставили ствол с нарезами. Нарезной ствол. Также установили еще на него прибор от бешеной стрельбы. Что касается задержанных, они сразу во всем признались. Показали гараж, откуда забрали найденное оружие. В основном оно кустарного производства, переделанное и при этом технически исправное. Работал подпольный мастер из Пермского края, который получал заказы со всей страны и вооружал бандитов. В том числе и женских. Наше, вот все, что было изъято у нас, было проверено по всем кратеринам, по всем учетам коммунистическим. У нас это оружие ранее не стреляло, так скажем. Не было из них совершено каких-то субтяжки, субтяжки. Я говорю, что те пистолеты, пулеметы, которые изготовлены, которые были изъяты у нас, они измельчились на территории России после совершенного преступления. То есть этот мастер работал на всю Россию, так скажем, на организованной преступной группе. То есть подчерк его, да? Сто процентов его, да, у него даже сам его маркировал. Были кустарно готовлены, так скажем, пистолеты, пулеметы, которые, так скажем, в 90-е годы широко использовались преступными, организованными преступными группами при, так скажем, исполнении заказных убийств, да? В данный арсенал же входил ручной гранатомет, который бы также был на имя изъят. Такое эхо криминальных воин 90-х. Это, а также другое оружие, которое граждане и добровольные сдают в полицию, за что, кстати, предусмотрено вознаграждение. Затем поступает в плавильный цех металлургического завода. Нелегальные и опасные изделия за несколько минут превращаются в расплавленный металл. Уголовное наказание понесли все трое подсудимых. Но главное, что они не успели продать на сторону смертоносный товар. Сотрудники полиции сработали на опережение. Вы смотрели телепроект «Закон и время». Увидимся в следующий четверг. До встречи. Все о электронных госуслугах. Например, запись в детский сад, оплата штрафа, запись к врачу, электронный дневник и многое другое. Сайт услуги.удмурт.ру